Всем привет! Это подкаст о нестандартных бизнес-решениях «Есть такой бизнес». Меня зовут Данил Махов. Каждый выпуск ко мне в гости приходят практики методологии, техник и систем, делающих компании прибыльнее. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с партнером сезона МТС-банком. Продолжаем погружаться в айтишные методологии. Сегодня говорим про реинжиниринг. У нас в гостях Иван Хахарев, главный системный аналитик в Sportmaster Lab. Ваня, привет! Да, Данил, привет! Я предлагаю сразу, сходу, просто погрузить слушателей в контекст. Мы сегодня говорим про реинжиниринг. Мне кажется, что ты намного лучше меня расскажешь, что это вообще такое, что это за методология. И знаешь, в последних эпизодах постоянно возникает такая мысль, что большинство методологий уже совсем не методологии, а просто наборы практик. Что скажешь по поводу реинжиниринга? Я на самом деле здесь хочу очень сильно согласиться, потому что я уже давно реинжиниринг не воспринимаю как методологию. Мне даже немножко непривычно это слышать. Но в своей сути, что такое реинжиниринг? Это глобальный пересмотр всех процессов компании или проекте или продукте. Основная идея заключается в том, что нужно пересмотреть существующие процессы с нуля и создать новые. Они будут более эффективны для того, чтобы выполнять ту задачу и работу, которая предназначается в компании, проекте или продукте. И все-таки мы как можем назвать реинжиниринг? Это не методология. Что это? Это просто какой-то подход, это просто какой-то, может быть, кризисный этап в каких-то бизнес-процессах или там в процессах работы команд в IT? Или это набор практик? Или это просто практика? Можем ли мы какой-то вот дескриптор сейчас придумать для того, что такое реинжиниринг? Можно назвать это методологией, можно назвать это практикой, можно назвать это набором шагов и каких-то там как тудулист. Это определенный тудулист того, что должно быть для того, чтобы пересмотреть процессы внутри компании, для того, чтобы двинуться вперед и сделать нашу работу более лучшую и комфортнее и правильнее. Я правильно понимаю, что сейчас реинжиниринг это все-таки какой-то более гибкий подход к перестройке процессов? Потому что, опять же, в течение всего сезона у нас возникает такая история, что вот есть там условный кайдзен, есть какой-то дизайн мышления, есть скрам, есть аджайл. И все это вроде бы как методологии, но на самом деле, когда ты начинаешь работать с ними как-то практически, всегда выходит, что тебе не нужно работать прям по какому-то сверх структурированному шаблону. Всегда возникают какие-то гибкие вещи и какие-то адаптации, которые нужно применять там своей головой или просто брать что-то из каких-то других методологий или других практик. Как считаешь, реинжиниринг примерно из той же степи? Или это все-таки такая более структурная штука? Просто ты сказал, что это такой тудуист, я поэтому и спрашиваю, собственно. Здесь хочется залезть поглубже, потому что все и agile, и девопс, это все тоже методологии, и они тоже направлены на улучшение каких-то процессов. Тут, наверное, надо посмотреть с той стороны, что мы улучшаем и каким образом мы улучшаем. Реинжиниринг все-таки с моей стороны захватывает немножко более глобальную картину того, в принципе, что мы хотим сделать, например, с определенной системой. И мы понимаем, что она уперлась в какой-то потолок, и мы применяем тогда подход реинжиниринга, пересматриваем работу системы, пересматриваем ее архитектуру, и делаем какую-то пересборку для того, чтобы получить возможность шагнуть дальше, больше, выше, перепрыгнуть тот потолок, который у нас был, и развиваться дальше. К примеру, с моей стороны, методологии, такие как agile или девопс, они скорее построены на улучшение работы внутри команды, на улучшение около процессов, вокруг процессов, то есть чтобы мы более гладко работали над тем продуктом, который у нас есть. Но именно как должен работать сам продукт, как он должен строиться с архитектурной точки зрения или процессной точки зрения, какие бизнес-процессы должны быть внутри него, это уже как раз больше к реинжиниринг. То есть это как будто ребята с двух разных сторон смотрят на это. Но мне кажется, что это хорошо, что есть какие-то две стороны, и ты пытаешься найти точки соприкосновения, чтобы все были довольны. Да, я абсолютно согласен. Можно и с одной стороны зайти, воспользоваться одними методологами, и с другой стороны зайти, воспользоваться другими методологами и вкупе получить очень классный выход. Блин, слышу, у меня такой вопрос, он, наверное, немножко философский. У нас есть, предположим, какие-то плохие процессы, да, и нам так кажется, что они плохие, мы вдруг решили применить реинжиниринг, все перестроить. Всегда ли вот эта перестройка, это будет упрощение процессов? Или это вообще не обязательно? Тут, мне кажется, упрощение не совсем правильное слово. Тут скорее я бы поговорил про слово оптимизацию, более стройное выправление. То есть, скажем так, ты можешь двигаться по какому-то процессу, у тебя будет какой-то крюк, да, там, ты почему-то бегаешь в соседнее здание за какой-то бумажкой. И вот так построили, так работает, но этот крюк, он очень странный. Ты скорее его оптимизируешь и выпрямляешь. То есть вот выпрямление процесса, сглаживание странных углов, которые появлялись ввиду того, что не было какого-то функционала, не было возможности сделать сразу правильно, вот эти углы появились, их надо сглазить. И вот реинженеринг, он как бы больше вот про это. Не обязательно взять и просто перелопачивать все с нуля. Иногда можно просто оптимизировать процессы, посмотреть на них вкупе и сказать, вот это сейчас переделаем, выправим вот в этих трех-четырех местах, и даже почти ничего не будем делать с нашей системой, уже будет хорошо. Получается, что реинженеринг — это не такое перелопачивание просто всего поля, а просто 3-4 грядки сделать нормальными. Смотря по каким задачам твоего продукта или вообще организации. То есть реинженеринг вообще в себе содержит как глобальную историю. Надо посмотреть глобально на все, но, возможно, в глобальном пересмотре станет понятно, что не обязательно прям перелопатить все грядки. Может быть, нам достаточно будет перелопатить 3-4, а парочка будет в порядке. Ну или они готовы жить дальше. Вань, а подскажи, как ты вообще познакомился с этой методологией? Давай ее все-таки так называть. Потому что все знакомятся с различными системами, с различными методологиями по-разному. Кто-то просто в теории где-то услышал и потом это применил спустя 5-6-7 лет своей работы, а кто-то просто сразу, сходу начал ее применять. Как у тебя это было? Мне кажется, у меня получился достаточно показательный опыт. Я пришел в команду, и у команды был MVP-продукт, который выпустили, и он был еще в оценочном состоянии, подойдет ли он, оправдает ли он себя. Соответственно, когда закладывалась идея, у него были еще не наполеоновские планы, то есть у него была небольшая функциональность, которая должна была упростить жизнь пользователя. Вот в этот случай создали MVP, все работало хорошо, но создавали как можно проще, как можно быстрее, чтобы подтвердить гипотезу или опровергнуть. И вот когда я пришел, этот продукт уже существовал, и буквально в очень достаточно короткий промежуток времени стало понятно, что он себя оправдал. И у заказчика появилось сразу очень много предложений, чтобы еще туда добавить, идеи, как его развивать, как его масштабировать, покрыть еще больше функциональности, автоматизировать ее, перенести на веб-интерфейсы. Множество, множество идей. И резко наша система стала к этому не готова. Потому что слишком быстрое масштабирование? Архитектура системы не позволяла. Не подготовлена, понял. Да, мы просто не закладывались на такой объем, масштаб. Это как раз то, о чем мы говорили немножко раньше, мы уберлись в потолок. Именно в этот момент ты понимаешь, так, мне нужно все это пересмотреть. Нужно еще раз теперь посмотреть, какие процессы появились, какие процессы устареют, какие процессы надо пересобрать, перевинтить, перекрутить. Посмотреть на архитектуру, где мы сделали осечки, где мы сделали проблемы сами для себя, где мы уперлись в какое-то ограничение, все вот эти ошибки учесть и склеить вместе. Бизнес-процессы, которые у нас получились новые после нашего анализа, и все архитектурные проблемы. Все это в кучу собрать, заново перекрутить, перевращать и уже получить какую-то стройную картину, которая позволит удовлетворить все потребности заказчика. Я правильно понимаю, что это просто, ты даже тогда не понимал, что это какой-то реинжиниринг все-таки, что просто поступила задача и вся команда осознала, что нужно вообще все менять на каких-то базовых еще изначальных этапах. Да, в тот момент я еще даже не понимал, что мы пользуемся именно этой методологией. Я понимал, что мы занимаемся реинжинирингом, понимал, что мы должны сделать, что надо взять, поднять, весь процесс, пересмотреть его. Но в тот момент я еще где-то познавал себя в рамках аналитики, поэтому я еще неосознанно прямо нырял в этот процесс. Со второго раза уже в следующих продуктах мне уже было гораздо понятнее, что происходит. А вот расскажи про осознанные продукты, когда ты вдруг осознал, блин, есть вот такая методология, ты о ней узнал, понял, что даже ты это когда-то делал, сам того не осознавая, такое, кстати, тоже бывает, у нас был выпуск про дизайн мышления ровно с такой же историей. И такой, блин, есть реинжиниринг, ага, вот такая понятная структура, ага, можно ее просто взять, приложить на какой-то продукт и понять, что там вообще происходит и как его сделать лучше. Вот как раз дизайн мышления это очень интересная история, потому что я тоже ходил на всякие конференции, слушал про дизайн мышления, и вот первый продукт, который мы развивали, мы сделали сначала реинжиниринг, потом мы, когда его доделывали, уже использовали как раз и подход дизайн мышления, и подход реинжиниринга продолжали. Это было очень интересно. Соответственно, накопив этот весь опыт и придя в новый продукт, ты уже начинаешь понимать, без чего просто нельзя, допустим, одну систему переносить на новую технологию. То есть есть очень такое правило, мне кажется, которое я запомнил на всю жизнь из процессов реинжиниринга, что просто взять и перенести со старой технологии на новую технологию, ничего не поменяв в архитектуре и в данных, просто нельзя. То есть любой функционал, который переносится на новые технологии, на новые ресурсы, он обязательно должен пересмотрен, он, скорее всего, потерпит какие-то изменения, он должен быть перепроверен и все бизнес-процессы, должна быть подтверждена гипотеза, что так должно работать, что этот функционал не устарел, что вообще он все еще полезен для заказчика. И, наверное, я бы назвал это ключевыми моментами инжиниринга. Ты в каком-то мере всегда ставишь немножечко под сомнение, а должно ли это до сих пор работать вот так? Когда ты получаешь систему, начинаешь ее куда-то переносить, ты думаешь, ну, вроде звучит как бы стройно, а так ли это? И когда вы начинаете это разрабатывать, ты не просто вслепую как бы разрабатываешь, ты все время задаешься вопросом, правильно ли это, должно ли так работать? Может быть, это еще моя аналитическая привычка, в принципе, но это очень такой популярный вопрос, мне кажется, для реинжиниринга. Всегда задать этот вопрос, пересобрать его, поискать какие-то кривые углы, серые зоны, подсветить их и уже как раз более стройные решения предложить на новую архитектуру. А вот этот пояс, вот этих серых зон и вот этих каких-то тупых углов, назовем их так, это чисто, я не знаю, какое-то когнитивное усилие, то есть есть определенная команда, есть определенные люди, которые просто должны об этом думать. Или все-таки какие-то, может быть, метрики, или, может быть, все-таки какие-то аудиты или что-то в этом духе позволяют понять, что вообще-то у нас вот есть вот здесь три точки, которые, ну, наверное, стоило бы как-то, короче, переинжинирить, если можно так сказать. Ну, мне кажется, тут есть все, то есть есть и интервью с заказчиком, и у нас есть какие-то воркшопы, на которых мы исследуем, как работает функционал. Когда ты в него погружаешься, это в любом случае ты исследуешь. Плюс обязательно есть какие-то метрики, метрики, собирающиеся с поддержкой, метрики эффективности продукта. Везде можно посмотреть, что у продукта болит, какие частые запросы, какие есть типовые инциденты. Всю вот эту историю со службой поддержки в принципе можно всю перелопатить, и в одном из продуктов это было очень удачно. Мы использовали опыт и знания поддержки для того, чтобы внедрить определенные фичи и даже переделать некоторые функционалы на основании проблем, которые пользователи испытывали при работе с нашей системой. Пока что кажется, что как будто бы первой причиной для того, чтобы сделать реинжиниринг, это все-таки какой-то запрос извне. То есть это может быть интервью заказчиком, какая-то определенная задача спущена от клиента сверху. Это может быть какая-то проблема, которая может быть часто, а может быть не часто сообщает поддержке. А при этом ты говорил, что вроде бы как ты должен постоянно задаваться вопросом, ну, где есть вот эти серые зоны, чем можно подсветить. А как вот в этих случаях вообще берется понимание, что вот здесь лучше что-то поменять, а вот здесь что-то стоит не менять и оставлять таким, как есть. Давай попробуем тебя немножечко сейчас назад подвинуть, потому что ты задал сейчас много классных вопросов. Давай пойдем с первого. То есть, грубо говоря, ты говоришь, вот кажется, что реинжиниринг это какое-то в зависимости от потребности. На самом деле это как бы ключевая точка, от которой надо отталкиваться. То есть та потребность, которая есть у заказчика, можем ли мы ее покрывать с достаточной скоростью, качеством и масштабированием системы? Может быть даже такой вопрос, зачем вообще его делать, нужно ли его сейчас делать? Если мы понимаем, что наша система покрывает потребности заказчика и скорость выполнения наших задач устраивать заказчика, то, может быть, в данном случае это и совершенно не надо делать в инжиниринг, и это будут просто оптимизации, рефакторинги и дополнительные фичи, которые будут поставляться пользователям. Здесь немножко мы разделяем, что мы делаем глобально, там прям вкапываемся в систему, начинаем разбираться, зачем она происходит, как нам бы переделать, все ли бизнес-процессы у нас правильные. Мы понимаем, что процесс у нас достаточно хороший, пользователь нашего устраивает, он хочет расширяться, мы ему это позволяем. И в этом случае как бы мы просто уже думаем outside of the box, мы смотрим на систему, нам это нравится или не нравится, мы всегда можем задаваться вопросом, а можно ли это сделать лучше, можно ли это оптимизировать. Всегда можно приходить с предложением, но это как бы не совсем в инжиниринг, это скорее уже работа над продуктом, которая просто хорошим тоном. Да, а по поводу второй части вопроса о том, что с одной стороны мы указали, что есть какие-то просто внешние факторы, которые могут стать причиной для того, чтобы был реинжиниринг, а что насчет вот этой внутренней постоянной работы команды, которая должна задумываться, что что-то не так или что-то нужно поменять, вот как раз таки используя эту методологию. Просто мне интересно, так как я не очень погружен, как это все происходит изнутри, мне просто интересно даже не есть ли какой-то просто паттерн мышления у определенных членов команды, а есть ли просто, может быть, какая-то определенная структура, в которую идет команда, ну там условно мы постоянно смотрим на вот эти вещи, понимаем, как они работают. Если они работают вот так, то все круто, если работают не так, блин, надо менять. Есть ли что-то подобное? То есть может быть даже какой-то условный чек-лист или что-то в этом духе. Ну, мне кажется, просто сейчас нам не надо с тобой все в кучу валить. Тут есть такой момент, что у нас, как мы с тобой говорили, про потолок, вот есть момент, когда мы вываливаемся уже в этап работы реинжиниринг, то есть мы запланируем эту деятельность, и мы начинаем по этой методологии, используя те регламенты, те примеры, те стандарты, копать наши процессы и пытаться заниматься улучшением. А мы можем, в принципе, работать над продуктом, и в любом случае любая команда имеет свои метрики, имеет анализ системы. Мы всегда работаем над задачами, анализируем обратную связь от поддержки. и вообще в стандартной работе любой команды все равно есть анализ того, как работает этот функционал, можно ли его улучшить. Не обязательно вообще, что к нам придет заказчик и скажет, что мне здесь неудобно. Мы сами можем отслеживать такие моменты, что там, я не знаю, там несколько раз спросили. Нам самим кажется, что это уже становится неудобно, тормозит. Мы можем предложить заказчику выделить на время на R&D или технический анализ проблем и добавить еще улучшайзинги. В принципе, мы же тоже можем следить за трендами развития систем вокруг нас и предлагать, к примеру, какие-то нововведения. Давайте здесь добавим новую загрузку файла или более удобную форму. Это не к реинжинирингу. Может быть, здесь можно и думать такими же стандартами, пользоваться методом дизайна и шления, но все-таки мы еще не попали в реинжиниринг. Это, в принципе, просто работа над продуктом, которая еще направлена на то, что мы заинтересованы в нем и, соответственно, заинтересованы в качественном развитии. В этом сезоне мы говорим о методологиях, которые помогают бизнесу налаживать процессы и быть лучше. Так, мы выяснили, что любой бизнес это не только стратегия его ведения и развития, но и вполне конкретные инструменты, которые помогают добиваться измеримых результатов. Об одном из инструментов для малого и среднего бизнеса и о том, без чего невозможно настоящая предпринимательская деятельность, поговорим в рубрике «Это база». Бизнесом занимаются не только компании. Сейчас многие люди регистрируются самозанятыми и ведут свои дела без бухгалтеров, начальников и коллег. Такой бизнес тоже требует налоговой отчетности и оформления платежей. Допустим, вы написали книгу и издательство должно вам как-то заплатить. Для этого вам нужно оформить самозанятость через то же приложение «Мой налог», прикрепить туда карту, предоставить издательству справку и потом ждать, когда вся бухгалтерия проставит подписи на всех своих бумагах и рассчитается с вами. Также самозанятость можно оформить в самом МТС-банке. В МТС-банке можно заказать специальную карту для самозанятых. Она называется «Я сам». Все, что нужно самозанятым, собрано в одном месте. Все справки и отчеты для заказчиков можно получить в приложении банка. А если вы самозанятый, держатель карты МТС-банка и планируете ипотеку, то банк предложит ее на более выгодных условиях. И еще. Карту могут открыть не только самозанятые, но и индивидуальные предприниматели. Закажите карту «Я сам» в мобильном приложении. Это занимает минуту. Наличные можно снять в банкоматах с NFC без комиссии и отчетов о расходах. Вы получите бесплатное обслуживание и бесплатные поступления от юридических лиц. Весь спектр услуг и сервисов для физлиц тоже будет вам доступен. Пройдите по ссылке в описании к этому выпуску. Слушай, а если мы говорим все-таки о каких-то глобальных переменах, уже конкретно о реинжиниринге, мне кажется, что здесь прям есть какой-то суперсильный барьер в плане того, что команда работала над определенным продуктом, над определенными фичами, а потом оказывается, что все это нужно менять. И как будто бы это вот просто очень жестко, очень сильно воспринимается командой в не очень приятном свете, потому что ты потратил какое-то определенное время на то, чтобы создать там продукты, а оказывается, что нужно срочно менять вообще все процессы, которые есть внутри. Это действительно так или это просто такой стереотип у меня сейчас возник в голове? Я не могу, к сожалению, сейчас, наверное, ответить за всех. Может быть, где-то, да. Ты сейчас и прав. Но почему-то в моей голове стереотип немножко в обратную сторону. Но у тебя аналитическое мышление, потому что. Нет, я бы сказал, наверное, не так. Это, скорее, может быть, мой опыт, который у меня есть, что обычно реинжиниринг вываливается тогда, и люди начинают над ним работать, когда уже немножечко неудобно работать с текущим. То есть уже что-то раздражает, уже какие-то, знаешь, сложно поддерживать. Что это точка роста, ты про это имеешь в виду? Что когда вот возникает подобная проблема, и ты понимаешь, что здесь нужен реинжиниринг, то, скорее всего, это даст какой-то буст продукту? Да, это абсолютно даст буст продукту, это даст возможность работать над более интересными задачами, исследовать новые вещи, новые границы, новые возможности продукта. Потому что чаще всего, когда мы ввалимся в наш реинжиниринг, вспоминаем, да, то, что мы с тобой говорили вначале, мы упираемся в потолок. Соответственно, упирание в потолок обычно говорит о том, что если ты продолжаешь расти, ты начинаешь расти вширь. А что такое вширь? Ты накручиваешь костыли, какие-то дополнительные проблемы, фичи, которые не очень друг с другом складываются, соответственно, это усложняет поддержку, усложняет сопровождение. И вот эти все вещи, они накапливаются, они накапливаются негативно. И обычно, когда ты выходишь в реинжиниринг, люди чувствуют к нему достаточно позитивное отношение, потому что, да, это будет много работы, но мы выкатимся в лучшую жизнь, да, мы переедем во что-то более интересное. И вот это обычно, ну, мне кажется, это мотивирует. Да, я понимаю, что как бы, если ты просто работаешь, и тебе кажется, что у тебя все хорошо, а тебе приходят и говорят, знаете, мы будем вашу систему сейчас переделывать, и вот тебе новые методологии, надо работать вот так, надо ходить на 10 встреч, надо там, я не знаю, писать код справа налево. Просто рай. Да, тебе будет, конечно, очень неудобно, тебе будет страшно, опасно, непривычно, но это, опять же, зависит от сотрудника, то есть я очень много работал с ребятами, которые были готовы за все, что угодно, кроме голодовки. Новые методологии погнали, новые примеры, там, новая система погнали, работал с такими же ребятами, кому было неудобно. Как обычно показывает практика, ну, приходится немножко с ними больше времени проводить, и ребята потом, когда въезжают уже в процесс, всем становится понятно, зачем это нужно. То есть мне кажется, здесь нужно прям показать, зачем это нужно и к чему приведет реинжиниринг. Слушай, мне кажется, что команде 100% нужно это показывать. А знаешь, о чем подумал? А если вдруг возникает такая ситуация, что внутри команды просто уже не то чтобы потребность, а просто уже там цифры показывают или что-то другое прям, что нужно проводить реинжиниринг. Я же прекрасно понимаю, что это затрата ресурсов. Во-первых, это время, во-вторых, это деньги, в-третьих, это нервы, и это же все равно нужно как-то презентовать заказчику о том, что вот есть продукт, и он вроде бы как работал, показывал какие-то результаты, но на перспективу нужно все менять. Я прекрасно понимаю, как могут люди, которые там, не знаю, там основатели или софаундеры смотрят на продукт и такие, блин, это столько нужно всего сейчас вложить, чтобы, возможно, это когда-то работало. Возникало ли такое, может быть, в твоем опыте, или, может быть, ты просто слышал о таком, что именно вот в этом сценарии сторона заказчика такая, блин, это очень дорого, долго и муторно. Попробую ответить на твой вопрос. У меня была похожая ситуация. Я работал в продукте, в котором было ограниченное время на выделенный бюджет. Соответственно, это достаточно немножко нервозно в плане того, что ты вроде и делаешь большую сложную задачу, но при этом все-таки от тебя ожидают в какой-то срок ее окончания. Он вроде как и большой, в рамках двух лет, но это все равно в какой-то момент превращается в дедлайн. Поэтому это, конечно, неприятно в таких рамках работать, потому что ты начинаешь спешить и в каком-то случае страдает качество. Это, конечно, очень грустная составляющая. Но я бы хотел сказать другую историю, что вот этот момент, когда заказчик принимает решение о реинжиниринге или ему там неудобно, он всегда же, как ты правильно сказал, смотрит на цифры. Это время, это деньги, и это когда-то будет работать. Ну даже, скорее всего, про деньги. Давай будем откровенны, мне кажется, это прежде всего. Да, ну здесь можно привести, наверное, очень понятный людям, многим, кто сталкивался с этой маркой машин BMW. Такой пример, как ты покупаешь старенькую красивую BMW, и она начинает потихонечку ломаться, но ремонт стоит приличных денег. И в идеале хорошо бы пересобрать всю систему охлаждения. Ну ты как бы меняешь патрубок там, второй, третий, но не особо, да, там сильно вкладываешься. И в какой-то момент все начинает потихонечку разваливаться. Это, как мы с тобой говорили про потолок, да, то есть мы упёрлись в потолок, начинаем расти вширь, костыль, 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 и наш мыльный пузырь в какой-то момент просто лоп. Есть вот пример такой работы, когда мы говорим про методологию. Там есть определение тех долга, и которые надо постоянно отдавать, да, то есть тех долг, которые надо согласовывать с заказчиком, и там, примерно 20% спринт-заклад. Вот если его не отдавать очень долгое время, система в какой-то момент все лопнет, ну, она просто повиснет, да, и придется остановить всю работу на заказчика и говорить, ребята, нам нужно вот закрыть месяц проблем технических, и только в этом случае мы сможем дальше делать ваши задачи. И вот будет ли стоить этот месяц столько, сколько бы можно было по чуть-чуть отдавать каждое предыдущее время, да, соразмерно ли это будет по потерям, да, финансовым, пока это очень спорный вопрос. Да, тут надо считать 100%, мне кажется, случаи могут быть разные. Вот, и здесь, я думаю, что то же самое, вот эта демонстрация заказчику, если, да, инициатива идет с нашей стороны, то мы вместе с техническими архитекторами можем все прийти и сказать, коллеги, вот вы выставили, да, такую дорожную карту с вашими пожеланиями, они все прекрасны, но где-то вот здесь мы уже начнем в два раза медленнее работать, а где-то вот на двух третьих мы уже просто не сможем дальше двигаться, потому что наша система не позволяет это сделать. Либо мы возьмем еще там 3-4 месяца на перелопачивание и потом сможем неактивно развиваться. То есть в тот момент, когда заказчик понимает, что да, сейчас мы работаем классно, сейчас-то все здорово, зачем мне что-то менять, хотя есть, да, как бы к этому предпосылки, сколько еще проживет такая система, или уже лучше сразу где-то закладываться потихонечку, провести сначала анализ, перевести какой-то сбор требований, подготовить документацию, и потом уже выделять параллельную ветку разработки, для того, чтобы переезжать с одной системы на вторую. Мне кажется, что этот процесс неизбежен. Будет дешевле сделать реинжиниринг, чем потом платить большие деньги за простой, потому что мы его перли из потолка. То есть если предпосылки стопроцентные к этому есть, реинжиниринг делать в том или ином виде придется. Блин, я знаю, что ты понимаешь, что если определенная компания задумалась все-таки делает реинжиниринг и создает вторую ветку разработки, чтобы с одного метода переходить на другой, назовем это так. Это нужно делать прям за очень долго времени, потому что я прекрасно понимаю, что ресурсы людей, наверное, они все-таки ограничены. И понятно, что там какую-то аутсорсовую команду может быть брать или инхаус дополнительно людей брать, чтобы это делать, или, возможно, что еще хуже, это просто распределять внутри уже действующей команды, кто занимается реинжинирингом, кто поддерживает старую систему, пока мы просто переезжаем, что это прям пленочен, ресурсы энергозатратно. Я правильно это понимаю, что все-таки тут, как и в медицине, нужно идти к врачу, как только заметил первые симптомы, а не когда уже, собственно, технический долг там уже по полной программе. Да, да, абсолютно. Я тут с тобой согласен. В моем случае у меня было именно, когда ресурс одной и той же команды делился на два продукта. О-о-о. Мы параллельно вели и поддержку текущего приложения и пытались сделать новое. У нас было около четырех попыток, и только с пятой мы взлетели, когда мы уже пришли, сказали, что нет возможности нормально стартануть и бустануть новый продукт, пока у нас идет просто бесконечная поддержка и работа над старым приложением. Нам выделили в рамках трех недель, мы устроили командировку, ну, все участники команды, нас было много, и мы смогли проложить очень хорошую архитектуру. У нас удалось собрать большинство бизнес-процессов, оптимизировать их, обсудить, по крайней мере, понять, как они должны ложиться на систему. И вот с этим Starter Pack мы уже могли входить в новую систему. В нашем случае мы сделали, мне кажется, достаточно правильный подход. Мы начали сразу на новой технологии строить новое приложение и в него уже вливать сразу новой функциональности, которой от нас ждал заказчик. При этом старые оставались еще на старом движке. И потихонечку переливали старый функционал в новый, при этом совсем свежий, уже работал сразу на новых технологиях, тем самым мы могли подтвердить гипотезу, что новые технологии дают нам действительно буст, ускорение и нужную масштабирование. Ну, прямо на цифрах, все как надо. Все как надо, мы все показали, быстрая разработка, все получилось, было удобно, доработки тоже прошли быстро на несколько систем со всеми интеграциями, которые в свое время нас как раз сильно тормозили. И мы предоставили это все заказчику, гипотеза была подтверждена. Блин, Вань, теперь я понимаю, почему ты кайфуешь от реинжиниринга, потому что ты сейчас описал так задачу с командировкой на три недели, с большой командой прокладывать архитектуру. Это звучит намного интереснее, чем постоянно поддерживать старое приложение, конечно. Да, это сидеть и отвечать на вопросы на одни и те же пользователи, это не самое приятное, что может быть в работе. Ну, везде же должны быть какие-то минусы, я правильно понимаю? Ну, конечно, потому что надо было и поддерживать пользователей, и успевать проектировать, отвечать на вопросы команды разработки. У тебя не всегда на это есть возможность, особенно если продукт новый, так ты вообще можешь по 8 часов проводить просто на сопровождение. Ну, как бы главное здесь не выгореть, потому что перенагрузки надо уметь распределять, как-то разгружать голову и все-таки делать перерывы. Не, ну это само собой. Выгорание еще никому не помогало. Знаешь, какой вопрос возник? А кто вообще должен вводить реинжиниринг? Это должен быть, наверное, отдел аналитики или это просто должен быть какой-то другой отдел? Как тебе кажется? Ну, нет, аналитики здесь скорее как в помощь приходят и уже как бы принимают эстафетную палочку. Все-таки за принятие решение отвечает более высокий уровень архитекторов, владельцев знаний, владельцев бизнес-процессов. Есть основной заказчик в виде большого оунера либо компании, либо систем. Систем, именно систем, потому что наша система может быть связана еще с группой систем. И вот есть люди, которые обладают компетенциями всех этих систем, всех интеграций между ними, бизнес-процессами, знаниями. А такие люди вообще существуют? Просто мне кажется, что эта штука очень классная на каких-то небольших продуктах, но если у тебя просто какая-то гигантская корпорация условно или какой-то супер-гигантский продукт с кучей всевозможных систем, которые между собой взаимосвязаны, существуют вообще такие люди, которые могут все эти взаимосвязи понять и просто в какой-то момент у них должно быть озарение, что, блин, вот здесь нужно реинжиниринг сделать. Мне кажется, это же вообще прям супер-предко, супер-тяжело, это же должна быть невероятная какая-то фокусировка на продукте. Слушай, ну, на самом деле такие люди есть и никуда без них не деться. Я говорю как раз на примере интерпрайса, потому что мне немного доводилось работать в стартапах. И как раз в рамках интерпрайса вот моя система была в паутине между еще, наверное, трех-четырех. Одни из них были источники, другие потребители, плюс еще общий источник информации, который был, да, там, считай, пятым товарищем. Вот. И у нас, естественно, были люди, архитекторы, которые отвечали за каждую систему отдельно, и ты обязан знать, как твоя система работает соседней. Потому что если к тебе придут с каким-то предложением о какой-то сомнительной интеграции, просто так это не пропустить. Соответственно, ну, в нашей структуре у нас было прям определенные уровни. Мы как раз их выстраивали в момент трансформации компании. И на определенном уровне были группы людей специальных. То есть давай их назовем пока архитекторами систем. То есть не будем сейчас куда-то углубляться в технику. Вот эти архитекторы систем, они как бы и техническими знаниями обладали, и процессными знаниями обладали. Они как бы и спускают, давай скажем, в директиву, что, ребят, ну, мы как бы пришли в реинженеринг, да, и также они принимают всю обратную связь. То есть они могут спускать информацию от заказчика и говорить, ребят, нам нужно вот еще пять функционалов через три месяца. Не, ну, тут все понятно, тут все понятно. И мы можем вернуть и сказать, ребят, ну, это здорово, пять функционалов, мы бумажку напишем, интерфейс нарисуем, но сделать за три месяца мы не сможем. Просто потому, что наша система не позволяет сделать вот эту интеграцию, мы там не сможем интерфейс на это поддержать, и еще какие-то проблемы. Ну, ребята начинают уходить на анализ проблемы, на анализ технологий, и возвращаться уже как бы с новыми компетенциями, с новыми знаниями, что ребята, вот наш центр компетенции сообщает, что теперь надо переезжать на эту технологию, используем эту систему, и вот так мы приходим, собственно, к реинжинирингу. То есть тут обратная связь в обе стороны. Мы, скорее, вот как аналитики, мы сообщаем о проблемах, о трудностях, о невозможности достичь какой-то задачи заказчика. Ну, то есть замечательные какие-то красные флажки, понятно. Вань, такой вопрос, очень даже философский. Сейчас такое время, когда технологии, сам понимаешь, меняются быстрее некуда, и как будто бы создается ощущение, что там каждый год-два меняется все прям супер очень быстро и супер динамично, и как будто бы все чаще реинжиниринг, скорее всего, будет возникать. Но это исключительно моя какая-то странная логическая цепочка. Согласен ли ты с ней? Что время как будто бы диктует различным командам, что реинжиниринг это все-таки та штука, о которой нужно задумываться 100%. Я тут с тобой соглашусь в том, что забыть про реинжиниринг, обойти его стороной точно ни у кого не получится, но то, что у нас с тобой технологии развиваются каждый год, каждые два появляется что-то новое, что-то интересное, это не всегда значит, что прям надо все бросать и бежать на нее переходить. Даже вот так. Ты говоришь про хайп, я правильно тебя понимаю? Ну, конечно, то есть там появляются какие-то новые вещи, они, конечно, крутые, но есть где-то этапы обкаток, есть где-то этапы того, что ребята просто сами, вот они выкатили новое предложение, ими начинают пользоваться, ну, и идет этап притирки. Как минимум, да, можно не быть в первой волне, если ты, к примеру, еще и большая компания, которая может много потерять, если перейдет на неуверенную технологию. Поэтому в данном случае идет процесс R&D, новые технологии изучаются, то есть эта технология действительно даст панч, даст развитие, даст какой-то буст. Эта технология молодец, но нам она особо плюсов не даст. То есть все эти технологии определенными там центрами компетенции собираются, выставляются на собственный радар, определяются, подойдут ли они для Enterprise, подойдут ли они для работы с открытым кодом, подойдут ли они для таких систем или для других систем. И после этого можно уже задумываться о переходе. Это как бы в принципе, то есть мы собрали список положительных технологий, которые нам подходят. Второй этап, это как раз мы возвращаемся к нашему потолку. Если на сегодня твоя технология решает твои задачи и масштабирование системы абсолютно не тормозится, даже несмотря на то, что уже вышло там еще много, опять, фреймворков, много еще новых систем, если твой фреймворк вполне справляется, можно спокойно повышать его версию и продолжать с ним работать. не надо все бросать и бежать на новую технологию. Получается здесь такое небольшое правило, что мы вроде бы как смотрим по сторонам, что происходит на рынке, прежде всего, может быть, даже и конкурентов, но все равно ориентируемся от продукта. Всегда думаем о том, может ли продукт выполнить то, что делают конкуренты без какой-то супер смены процессов. Ну, конечно. Ну, то есть нецелесообразно в погоне за конкурентом взять и просто вбухать кучу денег на то, чтобы перевести мобильное приложение на что-нибудь другое и выхлопа не получить. То есть мы потратим кучу денег, кучу ресурсов, останемся на той же точке, но просто с новой технологией. А как ты считаешь, можно ли вообще изначально создавать продукты так, чтобы вот эти переходы реинжиниринга, которые прям жестко меняют процессы, они проходили менее ресурсно затратно? Слушай, ну, всегда можно пытаться. Есть такое понимание, как неосознанный технический долг. Вот это понимание, в нем кроется такой момент, что ты что-то проектируешь и понимаешь, что вот дальше тебе нужно принять какое-то решение, но у тебя нет подтверждения этого решения. Это как бы такая игра ва-банк. И ты как бы принимаешь какое-то решение, и ты, не знаю, пошел в эту сторону, но, может быть, это недостаточно осознанно. И потом как бы вот не выгорела эта часть архитектуры. Или там, вы не ожидали какого-нибудь корнер-кейса, который просто не просматривался с этого угла обзора. В данном случае, ну, эти моменты просто будут решаться на реинжиниринге, как вот заложено. Есть осознанный технический долг, когда ты сказал, да, мы сейчас не можем это себе позволить, но мы ждем, когда вот тот сервис допрокатится, довыкатится, и там через полгода будем его использовать, и вот этот кусочек у нас выровнится. Примерно такой тоже подходит. Блин, полгода это очень большой срок. Ну, знаешь, в какой перспективе? Полгода это полтора квартала. Ну, да, согласен. Не так уж и много. Знаешь, мы с тобой так говорим, как будто бы реинжиниринг это вроде бы как, не скажем, что это обязательно история, но скажем, что это история, о которой все-таки нужно постоянно задумываться. Вот. И в этой связи все-таки интересно, наверное, проговорить о каких-то недостатках и минусов. Как тебе кажется, есть ли они вообще у реинжиниринга или нет? Ну, мы с тобой об этом сегодня очень много говорили. Реинжиниринг это большая и очень трудоемкая работа. И самое главное, что она стоит кучу денег. Соответственно, вот буквально только, что мы с тобой это обсудили, вот нет смысла вбухать много денег и затрат в том месте, где это просто не требуется. Где продукт абсолютно выполняет свои задачи, абсолютно может масштабироваться, дорабатываться, ну и ему не требуется новая технология для того, чтобы делать то, что он делает. Это большие риски. То есть мы можем попробовать переехать на новую технологию, что-то может пойти не так. Я сейчас сходу не могу привести пример. А я только хотел спросить, было ли такое? Ну, мы разматывали разные технологии, но в моем опыте нет такого, когда мы прям сильно бы не угадали и риск не оправдался. В нашем случае за счет того, что была проведена хорошая, большая, параллельная работа с изучением технологий, выводом их на радары, мы выбрали все правильно, осознанно, с полным осознанием того, куда мы переходим. Но если быстро-быстро бежать и пересаживаться на какие-то новые вещи просто потому, что это нужно, это как очень хороший пример перехода с монолита на микросервисы. То есть в очень многих статьях прям пишут, что если у вас небольшое приложение, вам нужно быстро запускаться, вы пробуете MVP, вам не нужны микросервисы. Это очень много приседаний ради красивой популярной архитектуры, хотя на самом деле она просто вам не нужна. Монолит не значит плохо, это просто другой подход, другое решение, другая архитектура. Здесь получается то же самое. Риск потерять больше, чем ожидаем, да. Мы можем застрять с реинжинирингом не на год, а на два, да, тоже можем. Мы можем вложиться, но не получить выхлопа так быстро, как хочется, да, конечно, можем. Но получим ли мы выхлоп потом в результате, да, если все правильно продумано, мы его 100% получим, это будет наш успех. Ну, как будто бы все, что ты перечислил, это такие риски с неопределенностью, которые есть вообще при любых продуктовых гипотезах, как будто бы это везде есть. Ну, возможно, конечно, там не год-два, но все-таки. Ну, да, просто реинжиниринг, это в нашем случае с тобой чуть более масштабная история. Поэтому для нас она и как раз более опасна тем, что вот эти риски и трудоемкость вложения, они должны быть оправданы. Ох, Вань, у меня остался последний вопрос, и он, наверное, для людей, которые все-таки еще слушают наш подкаст после всех минусов, которые мы перечислили о реинжинирингом. Если кто-то не испугался и если все-таки кто-то хочет побольше разобраться в этой методологии, что ты, может быть, посоветуешь посмотреть или, может быть, почитать, или, может быть, просто как-то настроить свое мышление на реинжиниринг? Что ты посоветуешь людям, которые, возможно, когда-то применят это на практике? Отличный вопрос. Я бы, большие системы переезжали на новые технологии. Возможно, меняли архитектуру с монолита на микросервис. Возможно, переезжали наоборот. Предложил бы почитать какие-то интересные изменения дизайна. То есть, когда компания переезжала с какого-то старого сайта на новый. Да, там будет больше, конечно... Любой ребрендинг, наверное, сюда подойдет. то есть, вот этот UX-подход, он, на самом деле, очень тесно связан с бизнес-процессами, которые люди меняют. То есть, помимо того, что мы просто меняем UX, мы в любом случае смотрим, можно ли сделать вот так, можно ли убрать 5 полей и оставить одну. Что это будет значить для нашего пользователя, что это будет значить для нас. Они вот здесь тоже очень тесно связаны, поэтому посоветовать посмотреть кейсы на изменение дизайна, переезд на новые технологии разных компаний. Хабар, Чарджи Пяти, какие-то буклеты от Артемия Лебедева. Считаю, вообще прекрасный кейс. Супер, супер. Вань, спасибо большое, что пришел к нам в подкаст. Отдельное спасибо за две вещи. Первое, за то, что я как гуманитарий понял 95% того, что ты сказал. Я считаю это супер классным показателем того, что все было сказано очень понятно и просто. И второе, за такую, с одной стороны, подробную, с другой стороны, страстную историю. Я понял, что ты все-таки немножко фанат, на самом деле. Вот, может быть, ты это и скрываешь, а может быть и нет. Блин, это очень здорово слушать, что таких больших шагов, да, и такую методологию, которая предполагает какие-то большие шаги в изменении продукта. Есть люди, которые от этого фанатеют и кайфуют. Это, блин, очень круто, очень классно. Спасибо, что к нам пришел. Данил, спасибо большое, что позвал. Очень понравилось, прекрасный диалог. Я надеюсь, что у меня действительно получилось просто. У меня была цель рассказывать просто, без углубления в какую-либо теорию. Ты ее достиг? Да, супер. Я просто поделился опытом, и я надеюсь, он будет кому-то полезен. Сто процентов. Спасибо за то, что позвали в подкаст. Удачи в дальнейшем. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok